Привет всем любителям радиоуправляемых машин! Сегодня я расскажу вам о только что заказанной многих химотов. Ссылку в описании оставить я пока не могу, но уверен, где-нибудь в следующих видео я этому научусь. Так, вот как у нас тут все запаковано. Вот здесь вот у нас пульт, здесь у нас сама машина. Так, вот такая вот у нас химота в восемнадцатом масштабе. И, конечно же, к ней пульт. Коробка. Дальше, вот пульт у нас тут. Обычно пупыльчатые пленки. Вот как она еще выведет вместе. Пульт, конечно, изрядно большой. Дальше, значит, вначале расскажу немного о пульте, потом немного о машине. Пульт у нас включается стандартно с помощью вот этой кнопочки. И вот у нас загорается тут лампочка. Так, вот тут вот у нас триммер поворота. Это помогает, вот этот вертушек помогает увеличить или уменьшить радиус поворота. Это помогает выставить колеса ровно. Это руль, газ, назад, топ. Да, кстати, назад будет только со второго нажатия. Так, значит, до пульта мы поговорили. Сейчас пульт пока отложим. Сама машина. Сейчас опущу штатив. Будем смотреть. Держится тут все на четырех клипсах. Спереду, сзади. Вот. Да, на четырех, а не на трех клипсах держится. Колеса, пока полетел. Кстати, подождите, я кое-что о нем сказать забыл. Он у нас такой, крайне пластичный. Он у нас очень гибкий и может легко гнуться. Так что сдерживает удар. Дальше. Ну, что у нас тут? Аккумчик. Держится тоже, кстати, на клипсе. Это что-то новенькое уже. Дальше сервопривод. Вал там. Кстати, привод полный. Мотор с охлаждением уже поставленным. И регулятор скорости. И приемничек два в одно. Значит, система здесь у нас коллекторная. Абсолютно коллекторная. Без коллекторную сюда я еще попробую поставить. Ну, ладно. Как-нибудь попробую сюда еще прокатить. Амортизатор у нас залитый. Радиус разворота у нас довольно-таки большой. Это если не нужно. Ну, можно сделать и очень маленьким. Это очень легко. Как я уже говорил, повернуть эту штучку. Вот так вот сделаем его очень большим. Вот так вот сделаем его очень маленьким. Как он у меня, кстати, и стоял. Он у меня очень маленький. Ну, значит, что можно вам еще про нее рассказать? Ну, аккумулятор тут обычный. На 7,2 вольта. Хватает его на 45 минут езды. Причем интенсивный. У машины, как я уже сказал, полный привод. Но по грязи особо лучше не тянуть. Потому что все, все карданчики, все валики. Здесь у нас из чего? Конечно же, из пластика. Так что лучше их не нагружать. А то, мало ли, лопнут. Так что, ну, вот такая машина. Если хочешь себе такую, ставь лайк. Или ставь лайк, если тебе понравилось видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok